Предприятия с 15-летним стажем более 8 лет занимаются системными преобразованиями в организациях, участвуют в десятки групп по изменениям организационного совершенствования в различных компаниях. То, что говорили эксперты на форуме будущего нашего Николаева, кто был на этом форуме? Большинство. Помните, они говорили о том, что нам нужно принимать лучший опыт. И лучший опыт, скорее всего, европейских компаний. Так вот, в этих компаниях существуют определенные традиции, культура, этика, корпоративная и социальная ответственность и многое-многое то, в чем мы уже начали употреблять в своем сленге, но мало что понимаем, как это применяется. Так вот, многим компаниям, таким как Тандора, Нибулон, удалось применить подобную культуру в своих организациях. Я уверен, что мы можем взять как матерцу и перенести ее в нашу организацию городской исполнительной власти. Согласны? Согласны. Теперь несколько этапов, которые нам предстоит преодолеть. Будь это не быстрый, мы не на спринт с вами рассчитываем, поэтому эта программа где-то на 8-9 месяцев. Но чем мы будем заниматься? В первую очередь мы должны с вами понять, кто наши клиенты. Я провел уже ряд встреч с управлениями и отделами, и до сих пор сталкиваюсь с тем, что сотрудники этой организации считают, что клиентов на самом деле у нас нет. Поэтому первое, что мы будем делать, это поймем, кто наши клиенты. Затем, или параллельно, мы будем думать о том, что является ценностью для наших потребителей и клиентов. Слышали о таком термине? Ценность. Кто может рассказать, как можно сформулировать ценность? Смелее. Что-то очень важное. Загласен. То, за что мы готовы расстаться со своими кровно заработанными, как минимум. В данном случае не все услуги мы предоставляем за деньги. Это значит то, за что будут благодарить вас, то, чем будут хвастаться, и то, где мы будем получать конкретные преимущества с другими городами. И то, почему к нам придут инвесторы. Следующий этап в нашей работе. Будет нелегким, видите? Надо готовиться. Но мы будем работать над этим. Как вы думаете, что это изображено? Это не перечеркнутая структура. Три вектора направлений. Вектора направлений может быть масса, и это будем решать мы вместе с вами, чем мы будем заниматься. Я изображаю процессы. Чем отличается вертикально ориентированная структура от горизонтальной? Процессы имеют одновременно. И пересекают очень многие подразделения. Поэтому мы не собираемся заниматься перестроением структуры. Она будет сохранена. Но мы будем с вами разрабатывать новые процессы, которые создают те ценности, которые мы с вами раскроем и поймем для наших потребителей, для клиентов. Также к этим процессам мы будем привлекать партнеров. Они могут быть как внешние, так и внутренние партнеры. Какие сегодня существуют партнеры органов местного самоуправления? Бизнес. Компания, предприятия. Бизнес, да. Вузы. Корруппация. Общественные организации, да? Коррупция, так скажем. Это явление, скажем. Я не знаю, назвать это партнеры. Финансовая инфекция. Отлично. Да, финансовая инфекция. Отлично. Финансовая инфекция. Налоговая. Налоговая. Супер. Ракуратура. Ракуратура. СБУ. СБУ, МВД. Отлично. Все это организации, которые, выстраивая цепочку, мы будем создавать дополнительную ценность для наших горожан. И основные тезисы, которые я хотел бы указать. Лидерство. Знаете, чем отличается управленец, менеджер от лидера? Одним словом. Руководитель, наделенный полномочиями, говорит, делай, как я сказал. А лидер, как говорит, делай, как я сделал. А лидер говорит, делай, как я. Он уже не говорит, сделай. Потому что мы будем с вами развивать лидерство в нашей организации. Законы, вы говорите, законы должны быть соблюдены. Обязательный вопрос. Разве в законе написано, что нельзя быть лидером в организации? Можно. Можно. При соблюдении закона. При соблюдении закона. Обязательно. Так говорите, как будто вас постоянно обрекают нарушение закона. Или вы так говорите, как будто вас все время заставляют нарушать закон. Сейчас Валентин говорит о том, что когда, к примеру, начальник вам говорит, что вы 8.30 должны быть на месте, а сам приходит постоянно к 10. Или что вы здесь должны пахать и работать, как молодцы, а сам все время уходит в половину пятого. Это нарушение дисциплины, а не начальник. Ну, при чем здесь? Я, если так буду делать, я, в принципе, нарушать дисциплину, возможно, где-то и буду. Но, с другой стороны, для вас это будет, наверное, не самое главное, что нарушать. Наверное, для вас будет главное то, что он сам так не делает, он нас заставляет. Правильно? Тут психологический факт. И вот здесь начальник, это тот, кто говорит и делает, а лидер, это тот, кто требует от других, как минимум, опыт.